Единая дежурная диспетчерская служба 112 городского округа Люберцы за 7 лет работы уже третий раз занимает первое место в Московской области. О непростых буднях людей, ответственной и такой важной профессии узнали мои коллеги. Служба 112, Люберцы, оператор Колкова, слушаю вас. Что у вас случилось? Евгения Колкова работает здесь со дня открытия. Звонки поступают разные. Кому-то нужно вызвать скорую, кто-то почувствовал в подъезде запах дыма. Операторы службы 112 должны принять верное решение. Ведь порой жизнь человека висит на волоске. Мы вызывали туда спасателей, скорую, полицию. Они приехали вовремя, помогли человеку. Только за прошлый год в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило около 600 тысяч звонков. Поскольку во главе угла стоит забота о жизни и здоровье граждан, профессиональный психологический отбор здесь очень жесткий. Конечно, мы отдаём предпочтение в первую очередь специалистам, имеющих опыт педагогической работы, работы в системе здравоохранения, в диспетчерских службах пожарных подразделений. Те люди, которые в состоянии оценить и правильно расставить акценты. Чем быстрее мы окажем нужную профессиональную помощь, тем быстрее мы придём на помощь людям. При чрезвычайной ситуации подключается дежурный ЕДДС. Его задача – оперативно организовать взаимодействие всех служб и подразделений. В такой работе важны самодисциплина, психологическая устойчивость, умение работать в тяжёлых и стрессовых ситуациях. Не случайно среди оперативных дежурных в основном бывшие военные. Александр Пинчуков пришёл работать в дежурную службу города больше 10 лет назад. О создании ЕДДС в Люберцах тогда не шло и речи. Но задачи стояли те же. Мы настолько консервативны. 33 года в армии. Потом вот здесь практически как в армии. Нисколько не отличается. Абсолютно. Организация взаимодействия между аварийными бригадами, дежурно-диспетчерскими службами по службам. Допустим, это и водоканал, и теплосеть, и жилищный комплекс весь. В ЕДДС не разделяют звонки на важные и неважные. Каждое обращение принимается в работу и направляется в профильную службу округа. К решению наиболее серьёзных вопросов подключается Центр управления в кризисных ситуациях. Важно вовремя прийти на помощь.